Как я ремонтировал и не отремонтировал тепловой насос в своем электромобиле? Диагностика ремонта теплового насоса нашей белой бестии или какая-то мистика? Сегодня небольшой отчет, потому что я еще в процессе ремонта. Ну а вопросы идут регулярно, всем интересно, что там происходит. И это очередное видео, которое безусловно порадует хейтеров и противников электродвижения. Но к делу, тепловой насос по-прежнему работает некорректно. Кроме того, подтвердилось самое неприятное, не запустился отопитель. Утром у нас уже бывает достаточно прохладно, да и в дождливые дни тоже не тепло. Еще и окна начнут запотевать. Кстати, плюс Егольфу, здесь окна не запотевают, хотя тепловой насос почти не работает. То есть мало дает тепла. Но даже при выключенном отопителе, что удивительно, окна не запотевают. Из дефлекторов есть какое-то движение воздуха. Но я с этим еще не разобрался. Ну и хорошо, что еще в Егольф лобовое стекло с подогревом. Утром можно включить. И буквально вот смотрите, за 30 секунд стекло высыхает полностью. Ну и хотя бы в прямом направлении ехать можно комфортно и безопасно. Шучу. Я так ездить не буду. И параллельно диагностике и ремонту теплового насоса установил Вебаста. В салоне тепло, стекла не запотевают. Но, к слову, дополнительное оборудование это неудобно. И к тому же нарушает всю концепцию электродвижения. Дополнительный шум, запах топлива при заправке. К счастью, запаха выхлопа нет, но все равно это не мое. Не мое это все. Все 4 года я говорил, что перепаковка и Вебаста это не мой путь. И я буквально не понимаю тех людей, которые делают и то, и другое. Вот когда ты так говоришь и думаешь, что точно ни при каких обстоятельствах так делать не будешь. И именно тогда жизнь тебя ставит в такое положение, что ты не просто вынужден делать то, что не собирался. И не понимал. И все такое прочее. А делать это ты должен просто в авральном и без альтернативном порядке. И, к слову, с этим и Гольф, с этим его тепловым насосом вот уже месяц длится нескончаемый сюжет. Какой-то трагикомедии под названием «Обманутые ожидания». В каждом сервисе на словах вселяют надежду. Бойко так берутся за работу. А по итогу через несколько часов звонят и как бы образно разводят руками. Или говорят, знаете, как в том интернетовском меме, в котором тревожная женщина эмоционально говорит. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ладно, далее поговорим про это подробно и про диагностику и про ремонт. Но прежде, кому интересно электродвижение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите плейлисты про Nissan Leaf, на котором я за 4 года проехал 113 тысяч километров. Смотрите новый плейлист про e-Golf, мою белую бестию, которую я люблю и ненавижу. Также смотрите плейлисты про легкий электротранспорт, электровелосипеды, скутеры, моноколеса. Ссылки вверху. Обязательно пишите комментарии о том, как вы относитесь к электротранспорту. Ну и если интересная тема, тогда прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну что, подписались? Тогда поехали. И да, кстати, вот в последнее время я стал много разговаривать с подписчиками по телефону. Я не увеличиваю скорость видео. Я действительно так говорю. У меня просто в телефонном разговоре уже не один человек сказал, что... Ему казалось, что я для чего-то увеличиваю скорость видео. Но он удивился. Нет, я действительно так бегло говорю. Простите, если кому-то доставляет это дискомфорт. Но продолжим. Предыстория. Я купил исправный и Гольф. В целом он был не в плохом состоянии, с условно рабочим тепловым насосом. В памяти автомобиля были две ошибки. По компрессору и по заслонке. Обе ошибки стираются, но через какое-то время они появляются снова. Для справки, технологические жидкости заправлены. Заслонка физически работает. То есть визуально она открывается, закрывается. В какой-то момент она просто заедает. И вот тогда появляется ошибка. Компрессор физически тоже запускается. При покупке и все это время тепловой насос запускается. Под трубопроводом слышно циркулирует жидкость. Но температуру он гонит одну. И не сильно реагирует на регулировки. С похолоданием насос перестал справляться. Машине буквально прохладно. Со слов предыдущего владельца. А здесь я подчеркну. Рассказывал он про тепловой насос. Не в момент осмотра машины в первый день. А уже после переоформления автомобиля. И с его слов он менял два датчика. И говорил, что насос работает хорошо. Но вот буквально перед передачей машины что-то начал глючить. Сказал, что нужно просто эти датчики качественно на хорошем оборудовании перепрописать. А лучше обновить все программное обеспечение. Жаль, что в тот день он не сказал, что мне нужно готовиться к тому, что не работает отопитель. У меня бы в этом случае было бы больше времени на поиски неисправности. А так мне пришлось с похолоданием делать это все в авральном режиме. Заниматься всеми этими вопросами. Ну и к сожалению, я не нашел тех, кто мог бы прописать эти датчики. Некоторые даже откровенно смеялись, когда я говорил слово прописать. Они говорили, что там ничего не прописывается. Также не нашел тех, кто обновит прошивку. Как я говорил выше в предыдущих видео, все эти VAG-сервисы, DAS Auto-сервисы, SE Gold связываться не хотят. Поэтому я обратился к официальному дилеру Volkswagen. Машина находилась в сервисе почти 5 часов. Проводились диагностические работы. И как результат, вот как в том интернетовском меме в сервисе, чуть ли не буквально мне сказали, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Ну и так далее. Менеджер, который передавал машину, говорит, что все работает корректно. Все блоки клапана, датчики, краны, заслонки опрашиваются, отвечают, диагностируются. Давление и температура меняется. Но температура в салоне действительно не растет. Так как она должна расти. Когда в салоне ставишь режим выше 22 градусов, отопитель буквально не справляется. Сухайзер, которого должен догревать теплоносец или теплообменник, также не запускается. Возможно, из-за высокой внешней температуры. И, соответственно, высокой температуры в салоне. А возможно, потому что компьютер не дает ему команду запускаться. В общем, пока диагноза нет, сказали, покатайтесь еще несколько дней, неделю. Может быть, похолодает, и он запустится. Или запишет в память какие-то другие ошибки. Но еще они сказали, что это не их профиль. Стоило бы поискать тех, кто занимается именно тепловыми насосами. Не электромобилями, а именно тепловыми насосами. К сожалению, поиски ремонтников результата не дали. И я, понимая, что неизбежно придет зима, решил поставить автономный отопитель. И уже параллельно заниматься поиском неисправности в тепловом насосе и ее устранением. Еще, кстати, меня очень удивил тот момент, что многие мне писали и предлагали какой-то альтернативный отопитель. Но не вот такой автономный дизельный, который, скажем так, уже более привычный. Нет, они говорили про Powerbank на 220 вольт и обычно бытовой фен. Ну, иметь в машине 220 вольт постоянно в сырой, прохладной машине. Я не знаю, это небезопасно. И это неудобно. Этот Powerbank нужно постоянно дозаряжать. Это во-первых. Во-вторых, кто-то там отапливается какими-то газовыми горелками. Как оказалось, тепловой насос работает не у многих. И многие, даже у тех, у кого работает тепловой насос или штатный отопитель Volkswagen e-Golf, они его просто не включают, потому что он много расходует энергии. Это действительно так. Я вот не помню в своем лифт предыдущем, чтобы он при включении теплового насоса или отопителя отнимал существенную часть запаса хода. Ну, допустим, я максимум, что помню, наверное, минус 15 километров там или 17 километров. Вот он 120 напрогнозировал, 17 отнял. А e-Golf может отнять просто половину. Вот он 140 напрогнозировал, включаешь отопитель на high, и он тебе показывает запас хода 74 километра. И поэтому многие вот ставят такие альтернативные отопители. Но, как я сказал выше, это не просто нарушает всю концепцию электродвижения. Это даже банально неудобно. По таймеру его запускать сложно. Ну, а в каких-то случаях это даже небезопасно. Там где 220 вольт или газ в машине. Горелка с открытым пламенем. Ну и вот мало того, что не пользуются штатным оборудованием, там, отопителем, еще мне в комментариях некоторые люди удивляют, когда я говорю, что не могу разобраться с таймером, он у меня некорректно работает. То есть, что работает не так? У меня стоит время зарядки с 23 часов по ночному тарифу. А также в настройках стоит минимальный заряд 30%. То есть, если автомобиль приезжает с зарядом ниже 30%, независимо от таймера, машина заряжается до 30%, а потом она должна включиться в 23 часа. Так вот, в 23 часа, если она заряжалась до 30%, она не включается. Если заряд по приезду был выше 30%, то в 23 часа она включается. И я не могу решить эту проблему. Я пытался ставить и 20%, и 50%. Но если машина дозаряжается независимо от таймера, то в 23 часа она уже не включается. И мне некоторые люди говорят, ну так и у меня так же. Это нормально. Это не нормально. Я хочу, чтобы машина работала как задуманная, но не могу этого добиться. К слову, если у кого-то была такая же проблема, и ее удалось победить, напишите, пожалуйста. Но продолжим. Про ремонтников. Спасибо большое за комментарии. К прошлому видео было несколько ценных контактов и очень много советов. И большое желание помочь мне с ремонтом. Правда, спасибо, это очень ценно. К сожалению, много мастеров уехало из страны. Человек дал вот адрес сервиса одного, где он делал свой e-golf. Мне там сказали, что электромобилями они в принципе не занимаются. Я говорю, ну как же, вот человек настаёт, что сделал именно у вас. На что они ответили, да, был работник у них, автоэлектрик, вел какие-то свои проекты, но он, к сожалению, уехал. На втором сервисе тоже сказали, больше не занимается электроникой. Мастер уехал и больше электромобилей в ремонт они не берут. На нескольких сервисах говорили, что да, позвоните через неделю. А через неделю говорили снова позвоните через неделю. Но это простая такая психологическая многоходовочка. Я как-то тоже работал в сервисе, у нас менеджер тоже отвечал, что да, делаем какие-то работы. То есть не давал прямого отказа, а просил позвонить через неделю. Он объяснял это тем, что так растёт репутация сервиса. Якобы мы делаем всё, а за неделю или две человек найдёт мастера в другом сервисе. Но от нас отказа он не услышит. А если не найдёт, то на пятый или двадцать пятый раз можно и отказать. Странная психология, я, например, вряд ли уже позвоню в такой сервис на третий раз. И вряд ли порекомендую этот сервис кому-либо. Что касается сервисов, которые работают с тепловыми насосами. И в Минске я нашёл лишь два. Определённо точно занимается и понимает в этом устройстве компания «Линия климата». Их сайт «Кандишка.бай». Кому надо, смотрите, обращайтесь. Кроме того, для тех, у кого ВАГ, неважно, электрический, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, вы можете обращаться на Audi, на Serov 1. Там диагностируют, ремонтируют тепловые насосы. К слову, мне и на форуме писали про Audi, и в комментариях. И как-то я сразу про них не подумал. Нужно было ехать не на Volkswagen, а именно на Audi. Они официально продают e-tron, а там ровно такая же система. Все детали бьются по каталогу, как для Audi, так и для моей машины. Они абсолютно одинаковые. Такие же блоки. У меня под капотом, даже на некоторых электрических колодках, эмблема Audi. Без других эмблем. Там, ВАГ, Volkswagen или каких-то других аббревиатур. В общем, на Audi сказали, точно помогут, и я туда записан. Поэтому через неделю все станет понятно. Также, наверное, через неделю-полторы поделюсь с вами опытом эксплуатации электромобиля с автономным отопителем. С одной стороны, мне не нравится эта концепция. Электромобиль должен быть электромобилем, включаться по таймеру, запускаться с одной кнопки, а лучше вообще без кнопки. Сел, нажал педаль тормоза, выбрал нужный режим движения и поехал. Ну и заряжаться он должен от розетки, без всякой дозаправки. Да, ну а вот с другой стороны, как опыт, мне эта тема очень интересна. Я часто слышал отзывы, что Вебаста для электромобиля с небольшим запасом хода, это очень-очень круто. Ну и говорили, что Вебаста, скажем так, греет душевнее, теплее. Там тепло натуральное, если можно так сказать. Электрические же отопители дают синтетическое, не настоящее тепло. Ну, я здесь, наверное, не соглашусь, потому что просто поставьте больше градусов в салоне, и даже электрический отопитель вам покажется натуральным. Просто он больше съест километров, ну и люди ставят меньше градусов, а потом жалуются, что в лифтам или в Е-гольф отопитель недостаточно эффективный. Ладно, посмотрим. И вот, кстати, жаль, что нет визы. Ну или нельзя в страны Балтии въезжать на белорусских номерах. В странах Балтии от меня буквально в 180 километров парни пишут, приезжай к нам, уедешь через несколько часов уже с рабочим насосом. Есть запчасти новые и БУ, все оборудование специалисты есть, опыт есть. Вот это действительно жаль. Я даже знаю, за что мне это все. Помните, почти в каждом видео про Лив я говорил, что не куплю себе китайский электромобиль, потому что в случае неисправности его сложно будет у нас отремонтировать, диагностировать. А с западной маркой проблем не будет. У нас и разборки есть, и официальный дилер. А в случае чего до Вильнюса меньше 200 километров, до Варшавы 500 километров. Запчастей с разборки достаточно, и в случае чего я и сам отремонтирую. Ну и все такое прочее. И как вам? Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот уже месяц я не могу не то что отремонтировать, а диагноз поставить не могу в своем замечательном немецком автомобиле. В этой белой бестии. Далее. Что касается самостоятельного ремонта и непрофильных специалистов. Мне поступило много предложений от непрофильных специалистов. Совсем непрофильных. Некоторые хоть связаны как-то с кондиционерами, но они буквально понимают в этом. Хотя и опыта с тепловыми насосами не имеют. А некоторые тепловой насос никогда и не видели. Сначала я воодушевился, много времени провел в переписке, разговором по телефону и даже встречался с мастерами. Но, к сожалению, все это в большей степени оказалось тратой времени. Всем почему-то кажется, что тепловой насос это просто кондиционер. Ну или как его называют, кондиционер наоборот. Вот меня это тоже очень как-то напрягает. Ну да, это схожее устройство, но оно намного сложнее кондиционера. Это знаете, вот как, помню, лет 30 назад у парня появился неисправный роторный двигатель. Он очень много потреблял масла на угар. И он ходил по мастерским, пытался его отремонтировать и разговаривал с авторитетными мотористами. И все ему говорили, ой, привози. Он говорит, на бензине, там камера сгорания, там что-то. Да, говорит, вообще без проблем. Привози, сделаем. Он в один сервис привозит, в другой сервис. И в каждом сервисе одна и та же история. Багажник открывает, а они смотрят туда, говорят, так а где мотор? Там роторный двигатель. Это двигатель внутреннего сгорания. Но он радикально отличается от привычного нам поршневого двигателя внутреннего сгорания. Так и здесь. Всем почему-то кажется, что тепловой насос это просто кондиционер. Там все просто. Они уговаривают меня искать какой-то датчик. И говорят, что там просто окислились провода. Я говорю, какой именно датчик? Датчиков 5. Какой именно смотреть? Да и что смотреть там? Все уже давно пересмотрено и по 100 раз. Он мне говорит, что я не туда смотрю. Датчик должен быть именно один. Вторые говорят, что кондиционер, которому 10 лет, обязательно будет с утечкой. И нужно обязательно эту утечку найти. Третьи говорят, подъедь, сейчас глянем. Приезжаю, открываю капот, цокают языками. Говорят, что это? Полчаса им показываю, рассказываю про тепловой насос. Не они мне рассказывают, а я им рассказываю про устройство и принцип работы теплового насоса. Люди даже не удосужились хотя бы почитать про тепловой насос. Я высылаю им полное описание и принцип работы. Заводские чертежи, они их даже не открывают. Приезжай, говорит, глянем. Извиняюсь, но вот просто напоминает анекдот. Помните, такой был? Чапаев говорит, Петька, ты, говорит, в унитазах, понимаешь? Кто-то говорит, квартиру дали, не работает унитаз. Можешь посмотреть? Петька так уверенно говорит, конечно, разбираюсь. Да что посмотреть? Я отремонтирую. Приходит, руки туда запускает, достает их оттуда и так разочарованно спрашивает. Вы что туда, испражняетесь, что ли? Так и здесь. Тоже говорят, открой капот, а потом смотрит, растерина, руками разводит. Поэтому я по-прежнему ищу специалистов именно по тепловому насосу. Я уже даже сейчас импровизированный экзамен устраиваю. Задаю пять вопросов. Если человек уверенно отвечает на все пять, тогда планирую поездку в эту мастерскую. А если с самого начала путается, какой смысл? Просто посмотреть под капот без оборудования, без сканера и прочего. Специалист мне по-прежнему нужен. На ауди я, скорее всего, сделаю диагностику. Поменяю фреон. Тоже по совету мастера одного. Вот он, видно, действительно понимает в климатических установках. Жалко, далеко находится. Так вот, диагностику я буду делать на аудио. А если они не справятся и обнаружатся что-то серьезное или дорогостоящее, то ремонт буду делать либо сам, либо у какого-то частного мастера, у которого есть оборудование для откачки, закачки фреона, сканера и прочее. Там вроде даже как откачать, закачать фреон без компьютера нельзя. В процессе откачки нужно открывать, закрывать клапаны, краны. А если есть серьезные повреждения, тогда нужно будет мыть всю систему. И для этого тоже нужно оборудование. Причем иногда нет возможности промыть все. И некоторые части системы придется менять. Это мне уже рассказывали на контишке бай. Поэтому посмотрим. И на этой неопределенной ноте я закончу. В следующий раз расскажу, что показала диагностика и как работает мой автономный отопитель. Поэтому не пропадайте. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!